Я люберчанка, буквально в полном смысле этого слова, потому что я всю жизнь живу в этом замечательном, прекрасном городе Люберца. Даже помню, как я играла в сказке, которую поставил руководитель в нашем детском заду, называлась она «Царевна лягушка». И, кстати, вот я просто чувствую, что, мне кажется, любовь к музыке и к творчеству именно там родилась. Я не очень хотела играть главного персонажа, лягушку, но мне она казалась такая, в общем-то, несимпатичная. А финал у этой сказки был очень хороший, потому что она превращалась в красавицу и очень красивого, прекрасного сказочного героя. Я очень хорошо помню, как бабушки и дедушки всегда меня просили выступить. Они очень любили, когда я что-то изображала. Я даже толком ничего не умела, но было мамино свадебное платье, которое я с удовольствием надевала как сценический костюм. И выходила, либо рассказывала что-то, либо пела. Поступила я в детскую музыкальную школу номер два, которую закончила, потом оказалась в Академии музыки имени Гнесиных. Эти данные, естественно, нужно совершенствовать всю жизнь. То есть любая специальность творческая, она подразумевает, конечно же, работу над собой, анализ того, чем ты занимаешься. Вот сейчас мой путь пришел в педагогическую деятельность. Я руковожу детской музыкальной школой номер два, тоже по воле судьбы. Так получилось, что я вернулась в свой родной город уже специалистом в области музыки. Сейчас я передаю свои знания подрастающему поколению. Я объясняю, как, например, хорошо взять ноту правильно, как суметь передать музыкой чувство свое. И сейчас я понимаю, что, конечно же, пение, допустим, игра, это не только овладение инструментом, но это целая магия большая. И язык музыкальный, он тоже такой достаточно абстрактный. Но чем больше ты душой понимаешь, что ты делаешь, тем интереснее объяснить другому. А самое главное – увлечь тех, кто с тобой общается. Например, юные музыканты. Когда я поступила в музыкальную школу, я вообще, мне казалось, что играю только на фортепьяно. И я сама закончила фортепьяно. Когда уже я пришла директором музыкальную школу, то в этой школе были основные такие классические направления. То есть фортепьяно, народные инструменты. Хор был как бы в программе, но мы, например, открыли вокально-хоровое отделение в этой школе. Открыли отделение духовых инструментов, эстрадного вокала. Папин папа руководил оркестром народных инструментов в Московской области. И моя семья тоже связана с музыкой. Мой супруг тоже занимается народными инструментами. Сына я выучила тоже в музыкальной школе. Хотя я не хочу сказать, что это стало его таким постоянным увлечением. Но, однако же, он написал несколько песен в стиле рэп. Я вообще считаю, что музыка многогранна. И вот я тоже такой человек не узкого направления, допустим, классического или народного. Я даже пробовала себя в стиле рок. Музыка – это то, что произошло и улетело куда-то, как такая магия. Но она, человека, заставляет становиться выше, отрываться от земли. И, мне кажется, очень расширяет его кругозор. Поэтому музыка, конечно, нужна каждому человеку для того, чтобы он тоньше чувствовал мир. Мне кажется, любые выступления и воспитанников, и мои, они, конечно же, очень сближают людей друг с другом. И когда подхватывают какую-то песню, какую-то музыку, и люди с воодушевлением это воспринимают, например, у нас в Люберцах на концертах, на мероприятиях, это всегда очень радует. Музыка, песня – это то, что, мне кажется, всегда способствует какому-то единению. Люди все, которые приходят на наши концерты, подпевают прекрасные песни. И, конечно же, знаменитая группа «Любе», которая начинала в Люберцах, и это тоже, как говорится, символ нашего прекрасного города. А автор всех текстов практически группы «Любе» Александр Шаганов, мы с ним дружим, кстати, он мне написал тоже две песни в свое время. У него есть такая очень хорошая фраза, когда он приезжал сюда в гости к нам, не один раз в Люберцах, он говорил «Запоют люберцы, запоет страна». Мне кажется, вот это очень символично. Давайте, мне кажется, больше петь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова